Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Я Курбанов Олег Нахидович. Дата рождения? 03.08.1999 года рождения. Ваше звание, должность? Рядовой стрелок. Рядовой стрелок. Из какого города вы? Я из Тверской области, поселок городского типа Рамешки. Это добровольная беседа. Если вы хотите, мы можем продолжить. Да. Даете вы согласие на ее записи и публикацию? Да. Спасибо. Когда вы зашли в Украину? Это было 23-24 июля. 23-24 июля. И когда попали в плен? В плен попали в 20 числах августа. То есть где-то месяц повоевали? Там войны толком не было. Расскажите, как вы попали, собственно говоря, на службу? То есть почему вы пришли сюда? Пришла повестка. Явится военкомат. Пришел по повестке. Сказали, так как вы военно обязанный, после срочной службы, некие сроки, вы должны принимать участие во всех, так сказать, в ситуациях, конфликтах они как-то выразились. А вы до этого служили срочку? Так точно. А когда срочку служили? Срочку я служил с 19 по 20 числа. Ну, год. С 19 по 20 год, потом два года. Да. Чем вы занимались после срочки? Работал, учился. А кем работали? Работал, получается, начальник склада в магазине «Хозмак». А учились? Учился и на сварочном производстве. Не доучился. Это стационар был? Не понял. Заочно или на стационаре? Очно. Очно? Да. Вы учились очно и вас забрали, получается, с обучения и отправили воевать? Нет. А как? Я учебу, получается, забросил. А, понятно. Пошел работать, а там уже пришла повестка. Понятно. Работали на складе и пришла повестка. Да. У вас же в стране нет мобилизации? Я знаю. Расскажите, как это было? Приходите вы и что дальше? Прихожу в военкомат по адресу. Точно адреса не помню. Не важно. Вот. Там была беседа тоже мимолетная. Сказали, ну так и так, в связи с спецоперацией, должны принять участие. Не объяснили, ну как, объяснили на каких условиях, не условиях, а по какой причине. То есть до 17 декабря был военно обязанный. Вот. И, получается, они преподнесли это как военный сбор. А кто с вами беседовал-то? Сержант какой-то был, начальник, получается, не начальник, а дежурный какой-то. Ну и сержант. То есть в месяц. Да. Месяц, 120-130 месяц. Да, понятно. Контракт вы подписывали. Да. Вы его читали? Да. Ну, вкратце. Ну, вкратце. Меня интересует раздел «Уголовная ответственность за отказ от участия в спецоперации». Ну, там получается, насколько я помню, увольнение по статье. Угу, увольнение. Вы могли отказаться? Да. Не прийти сюда? Почему вы тогда пришли? Пропаганда на стране действовала так, что я воспринял это слишком буквально. То есть, что действительно такие проблемы, что захвачена власть, люди мучаются. Ну, по прибытию сюда. Подождите, давайте по порядку. Вы могли отказаться. Июль месяц, это уже, по-моему, шестой месяц войны. Вы видели, что происходит здесь? У нас, я говорю, видео показывает так, что якобы нашим здесь, над нашими людьми издеваются, над военнопленными. Что страна, то есть, голодает, там, Донецк, Луганск, там, сущие проблемы, так сказать. Вот. И я пошел под предлогом того, даже, что мне сказали, что ты будешь в тылах помогать людям. То есть, тебя на фронт не пустят по одной простой причине, что ты не подготовлен. Нет, нет, мы, типа, перепрыгиваем, меняем тему. Я хочу понять, вы идейный или вы пришли сюда за деньги? Ну, получается, идейный. Идейный, хорошо. Ну, с идейными интереснее беседовать, потому что, когда человек говорит о забавке, то, ну, на этом, по сути... В чем смысл? Идейный, хорошо. Шестой месяц войны, вы смотрите свой телевизор, там рассказывают, что в Украине кто-то кого-то притесняет, да? Ну, не телевизор, это каналы Телеграма, там, ВКонтакте постоянно из группы. Да, хорошо. И что там было еще раз? Ну, издевательство над военнопленными, чего я здесь не увидел. Давайте чуть-чуть военнопленных пока оставим в стороне. Еще какие аргументы? Ну, то есть, первое, издевательство над вашими военнопленными. Раз. Второе. Ну, то, что Украина не дает ЛНР, ДНР, независимости, так сказать. Да, дальше. Было видео, помню, расстреливали мирных граждан, получается, люди в украинской форме. Три. То есть, и на этом пороге, в общем, чисто... Хорошо. Украина независимая сторона? Да. Луганск и Донецк. Это часть какой страны? Ну, вообще, они хотят, я так понял, придерживаться нейтралитета. Нет, ну, то, что они хотят, это кто-то там пенис душилин может себе хотеть. Возможно. Давайте по фактам смотреть. Украина независимая сторона. Да. Ну, вы так считаете. Самый простой вопрос. Какое вам дело до того, что происходит в Украине? Я сам не знаю. Ну, вы же пошли сюда? Помогать мирным жителям. Вас мирные жители звали? Нет. Почему вы в Телеграме смотрели только те каналы, которые... Вот наши украинские паблики посмотреть. Я смотрел, следил также за украинскими пабликами. Там показывали сборы на, получается, вооружение. Все вот это вот. То есть, я не знал, чему верить, честно говоря. Что с той стороны... В нашей стране люди собирают деньги на вооружение для наших военных. Это что-то... В разрез чего-то происходит? Да нет, в этом нет ничего такого. Страна защищается. Я просто хочу понять. Вы сказали, что вы идейный. Вопрос про военных пленных я бы сказал, поговорим позже. А что вообще ваши военные делают на территории Украины? Ну, я так понял, что, опять же, помогают Луганску, Донецку. Сейчас, одну секунду. Вырежем это. Еще раз, меня интересует вопрос, то есть, логика. Ваши военно-пленные появились после того, как они начали воевать на территории нашей страны. Это правильно? Да. Если бы ваши военные не пришли сюда воевать, их бы не было. Ну да, так и есть. Правильно. Наши гражданские, мирные, лично вас и вообще Рашку, не звало приходить сюда. Вы видели хоть одно такое обращение? Было. Пару обращений. Что там было на видео и чьи это видео были? Получается, я тогда, опять же... Мы можем найти их, если... Отчим смотрел новости. Я так краем глаза заметил, как шло обращение к жителям Донецкой, по-моему. К жителям или жителей? К жителям. Ну, то есть, задавали вопросы, брали интервью тоже, подходили на улицах. И сколько там человек попросило помощи? Человек, наверное, 10. Ну, то есть, подходили по очереди к ним. То есть, мы понимаем, что можно пройти, спросить 100 человек, 90 скажет нет, а нарезок только 10. Тоже верно. То есть, мы можем слышать то, что где-то там, неизвестно где, кто-то просит, придите, помогите нам. Ну, так же рассказывалось вот в этих пабликах про нацизм, про все в этом духе. Ну, притеснение других рас, получается, других стран. Правильно, других рас. Ариицы там были, была история с немцами. Да. Вы оккупант? Я не считаю себя оккупантом по одной простой причине, что я пришел помогать людям. То есть, мы развеиваем разные мифы и давайте смотреть теперь чуть-чуть по-другому. Ну, опять же, просто фактами. Простую цепочку мы уже выработали там за последние 20 интервью для людей, которые говорят о том, что он не оккупант. Когда началась Вторая мировая война? Я плох в истории. Хорошо. Ну, что там, что произошло? Вторжение на территорию СССР, получается. Кого? Нацистов, ну, немцев. Немцев, нацистов. Как их называли? Фашисты. А еще? Арийцы, нацисты, нацики. Плакаты были еще такие. Бей оккупантов. А, да. Ну, оккупантами их называли. Ну, что они, что делали? Оккупировали территорию. Оккупировали территорию. Что произошло 24 февраля 2022 года? Мы зашли на территорию Украины. Ну, Россия зашла на территорию Украины. Да. Как мы должны вас называть? Похоже, что именно так. Ну, то есть, давайте козыря вы выкладываете. Почему мы можем или должны называть как-то по-другому? Ну, на людей психологически, на некоторых людей, которые приходят сюда и говорят, что они идейные, в большинстве своем действует пропаганда страны, которая у нас довольно-таки продвинутая в этом плане. Промывка мозгов по телевидению, в интернете показывали, опять же, вот эти все эти видеоролики и все в этом роде. У вас чудесная такая, в кавычках, страна, где промыли мозги и 140 миллионам человек? Можно и так сказать. Наверное. А люди с промытыми мозгами, как их можно называть? Даже не знаю. Ну, роботы. Ну, по сути, биомасса, которые идем туда, бежим сюда. Ну, правильно или нет? Ну, то есть, давайте спорить, давайте свои аргументы. Вы говорите, что вы не оккупант, но при этом мы однозначно знаем и понимаем, что вы пришли с оружием и вы находитесь в плену. Да. Если взять аналогию со Второй мировой войны, вы оккупант. Давайте я еще раз прошу, вы оккупант? Ну, похоже, что все сходится. Для чего мы берем вот эти интервью, делаем? Ну, как вы объясняли, это для того, чтобы родители, вообще люди знали, что пленные живы? Ну, смотрите, нам вы, как человек, вообще не нужны. В принципе. Чувства ваших родителей нам меньше всего интересны. У нас цель, ну, потому что идет война, есть точно так же наши пленные, которые находятся у вас. Отдать вас и забрать нас. Ну, да. Потому что у вас до сих пор не признают, там, у вас потерь нет, там, вот эта вот вся история. И мы хотим донести, чтобы вы своим, там, устами рассказали. Как вы себе представляли нацистов в Украине? Даже, не знаю, ну, свастики, символики, татуировки, поведение. Ну, вот смотрите, вы с автоматом. Тут нацист должен у вас в голове какой-то быть психологический портрет или там визуализация какая-то. Как вы себе вот должны были отличить солдата нашего, Збройных сил Украины и нациста? Вот какая разница должна быть? Чтобы понять, в этого можно стрелять, в этого нельзя стрелять. Или в любого стрелять можно? Ну, я даже не знаю, как ответить. Ну, мы сейчас дойдем до истории, как вы попали в плен, но вы же должны были морально быть готовы встретиться с нацистом, чтобы с ним сражаться. Вам же промывали мозги и вы идейно пришли сюда защищать. Ну, я еще раз говорю, нам именно таким, как я, я так понял, объясняли, что они будут работать в тылах, в городах и помогать, так сказать, как это называется-то, с поставками, со всем этим, то есть загружать машину, разгружать и прочим. У вас получается обманули? Получается так. Нет, может не обманули. Я не знаю всей правды, не могу ничего сказать. Фраза «мы всей правды не знаем» ну, давайте по факту смотреть. Мы же люди и хотим всегда иметь какие-то факты. Вам сказали, что вы будете в тылу, а где вы были? Получается на фронте. На передке. И вас там взяли в плед. Значит, вас обманули? Получается так. Ну, все время получается и всей правды, я не знаю. Ну, мы же фактами. Человек-то этим и отличается, что есть аргументы, есть контраргументы, есть дискуссия, есть там беседа. Да, расскажите теперь тогда свою историю. То есть, ну, я с деятельностью пока не сильно согласен. А сколько у вас зарплата была, когда вы работали на складе? Сорок тысяч рублей. Сорок тысяч. Тут вам предложили… До сорока тысяч рублей. До сорока. Тут вам предложили сто двадцать. Ну да. А ваша семья, ну там, по вашим меркам, живет зажиточно или средняя, или как? Средняя, обычная рядовая семья. А кем у вас работают родители? Ну, отец работает у меня, получается, делает квартиры под ключ, ремонтами занимается. По идее он достаточно зарабатывает. Хорошо. Мать на повар в детском саду. Ну, гос. Государственная работа. Ну, я так понимаю, тысяча тридцать зарабатывает. Ну, да. Братья, сестры. Сестра у меня младшая, она учится. Учится. Я все-таки склоняюсь к тому, что вы пришли сюда за день. Не могу с этим согласиться. Ну, значит, хорошо. Ну, просто вы не похожи на идейного человека. Могу сейчас это доказать. Когда в Украине началась война? В 14-м году. Да. Что произошло? Ну, ЛНР, ДНР хотела независимости. Давайте так. Нету никакого ЛНР, ДНР. Вы правильно сказали с 14-го года. Давайте вспомним какие-то... Ну, если вы идейный, вы должны знать идею и защищать эту идею. Да. Логика. Соответственно, вы должны знать историю ЛНР, историю ДНР. Ну, с этим я не знакомлю. Так, мы сейчас тогда, получается, развалим тему с идейностью. Кто такой Стрелков? Я не знаю. Кто такой Пошили? Не знаю. О какой идейности может идти речь, если вы в базовых... Идейность в плане людей. То есть, не в плане правительства. Я вообще не знаком с... Как это правильно сказать-то? С историей, со всем вот этим. То есть, я видел, что... То есть, мы тему ЛНР, ДНР вычеркиваем из списка. Это был второй пункт. Ну, вы не можете быть за идею, которую вы не знаете. Ну, я за людей. За людей, хорошо. О каких людях идет речь? О которых бомбили 8 лет и... Супер. Что вы знаете про бомбили 8 лет? Только то, что преподносили. Из телевизора, интернета. То, что бомбят города, расстреливают мирных жителей. Вы знаете, сколько людей, да, расстреливают мирных жителей? Вы знаете, сколько людей погибло от бомбежек? Нет. Это статистика 24 февраля 2022 года. 8 лет бомбежек. Официальная статистика ДНР. Количество. Какое там? За 2021 год. Ну, вот видите. Ну, 3-400. Нет, вот. А, 1? Это в 2022 году. В 2021 году всего за весь год 25 человек. В 2020 году 26 человек. В 2019-м 27 человек. Это статистика. 8 лет бомбили. Официально. В Москве в Москве в сутки умирает плюс нолик. Это официальная статистика, которую предоставил. Информация выше исключительно по убитым и только по гражданским лицам. Эта информация включает в проведенные данные от представителей ДНР и ЛНР. Например, согласно пресс-релизам представителей ЛДНР за 2021 год погибли 7 человек в ДНР и 1 человек в ЛНР. Это их официальная статистика. Вы говорите, что вы идете защищать мирное население. Я вам рассказываю. В России на дорогах в ДТП в сутки. Интересно, кстати. В разы больше. Сколько? Давайте попробуем угадать. Статистика ДТП. Россия 2021. Да. Предложение в вашем положении. В районе тысячи, наверное. Дорожно-транспортное происшествие является ведущей причиной смерти молодых людей. Только в России в 2021 году произошло 133 тысячи аварий. В них погибло 15 тысяч человек. 15 тысяч человек мы делим на 12 месяцев. Получаем, что только в ДТП у вас гибнет более полутора тысяч человек в месяц. А там мы смотрели на официальную диаграмму. Сколько там было написано? 7 человек в ДНР и 1 в ЛНР. Аргументы ваши? Кого здесь кто бомбил? Раздували. Почему не бомбили Харьков? Почему не бомбили Харьков? Не могу знать. Тогда мы возвращаемся к вашей идее за людей. То есть, ЛДНР мы выключаем из вашего списка, потому что вы про них ничего не знаете. Тяжело защищать то, про что ты вообще не знаешь. Ну, согласны? Это вы себе, наверное, там в голове просто придумали фантазию, что вы идеи. Каких людей вы шли защищать, если их никто не бомбил? Ну, опять же, я говорю, по телевизору показывали, в интернете показывали бомбежки. Вас обманули? Получается, так. Ну, надо как бы... То есть, уже второй факт того, что вас обманули. Нацисты. Сколько вы встретили нацистов? Не встретил. Не встретил. То есть, тоже обманули? Да. Третий раз обманули. В плену с вами должны были сделать что? Издевательства были, отрезание конечностей, на видео показывали. Вы видели это? Нет. Я видел, что вашему одному оказывается медицинская помощь. Да. Он сейчас под капельницей. Да. Потому что он был тяжело ранен. А что должны были сделать нацисты? Вышеперечисленные. То есть, опять получается обманули? Да. Расскажите, в чем вас не обманула сторона ваша чудесная? Даже не знаю. Ну, то есть, мы уже четыре факта. Я думаю, что можно еще там долго и нудно перечислять, где обманули. Назовите хоть один факт. Ну, точнее, в чем сторона была права ваша? Их нету. Лично у меня. Окей. Вернемся все-таки к вашей истории, потому что, ну, я теперь больше убежден в том, что вы не идейный. Просто факты. Ну, попробуйте мне доказать, в чем ваша идейность. Или идейность, построенная на лжи. Тогда можно себе это как-то объяснить. Да. Идейность, построенная на лжи. Вот случайно ролик про зараженных птиц. Слышали? Нет. Кто этот человек? Ну, Михалков, но вы молодой, поэтому, скорее всего. Рассказывает, что у нас есть биолаборатория, где мы выращиваем биоптиц, которые должны были полететь к вам и убить вас. А выяснив, что там еще готовилось биологическое оружие, которое испытывалось на правом украинцах, это значит. А еще плюс к тому, что птицы, которых этим заражали, рассчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская... Случайно просто ролик, у нас есть тут опросник, прокомментируйте услышанное. Это бред. Вы очень уважаемый человек, вхож к вашему идиоту Путину, и он рассказывает, что у нас есть птицы, которые по нужной траектории бы полетели и напали бы на Россию. И вы это хаваете. Есть еще теория, что мы должны были напасть на вас. Слышали, наверное. Да. Да. Расскажите, как это может происходить. Я где-то даже видел видео с этими, как они, с БТРами, которые якобы зашли на территорию России, их сожгли. То есть, это было... Постановочное видео. Смотрим, да? Угу. Украина и Россия. Как мы можем напасть на вот эту херню? Физически. Ну, то есть... И вы это хаваете. То есть, то, что ваши ФСБшники, это же уже давно разваленный миф. Выехали на территорию Украины, заехали назад и потом их, типа, сами сожгли, там, два БТР этих. Это же никого не интересует. Значит, этого не слышали. Ну, потому что вам показали то, что надо. Что Украина пошла в атаку. Ну, вот, если бы вы чуть-чуть интересовались, вы бы открыли просто карту мира и посмотрели, как мы можем напасть физически. У вас армия 1 миллион человек. У нас 200 тысяч. У вас самолетов в 50 раз больше. Ну, хорошо. Расскажите, как вы попали все-таки на территорию Украины. Подписали контракт. Дальше вас экспресс обучили, наверное. У нас, да, была подготовка, получается, месяц, даже меньше месяца. В июле вы подписали контракт? 1 июня. Июня подписали контракт. Что за подготовка была? Да, ходили на полигон, стреляли. Много стреляли? Работали в тройках, ну, довольно-таки. Мы стрелялись. Хорошо. Когда потом с полигона у вас, дальше что было? Ну, с полигонов, получается, мы поехали на точку сбора. Это на ноль, как так называемый. Да. Там тоже был один курс обучения, и это, как его, пристрелочное. А после этого мы уже отправились на территорию Украины. Понял. Зашли вы на территорию Украины? С какой области вы зашли? Могу знать. За закрытыми тентами мы даже ничего не знали. Ну, хорошо, в России какой был населенный пункт? В Волойке, получается. В Волойке, ну... Понятно. Сколько у вас человек прибыло? Там... Ну, батальон, точное количество тоже не могу сказать. Прибыли вы, это уже было, получается, середина июля. Ну, в июне вы контракт, потом месяц тренировались, потом пока доехали, вы говорили, что вы 15 июля зашли в Украину. 20-го. А, 20-го. 20-го, я прошу прощения. Что было в Украине? Вас сразу отправили на передок? Нет, мы приехали, получается, в Песке. О, Песке. Ну, все, понятно. И находились там. После этого нас уже отправили, получается, вышло какое-то распоряжение, приказ нашему подразделению, и нас отправили в деревню Копанки. Получается, на сдерживание данной деревни. Это было когда? Это здесь уже в числах, я даже не знаю, какие числа это были. Ну, в плен вы попали там? Да. Ну, сколько вы там пробыли? Ну, месяц. А, ну, то есть вы месяц, по сути, были в этой деревне, где были боевые действия? Ну, кроме бомбежек там ничего такого не было, ни наступления, ничего. То есть... Где вы жили? В блиндажах. В блиндажах? Это прямо в селе? Нет, это лесополосы, которые были за селом. Вы там копались, типа, блиндажи? Сколько у вас там человек стояло? На одну лесополосу, вот, получается, пять человек. Перед нами еще было человек, наверное, двадцать. И еще две роты было по правую сторону от нас. Понятно. А что вы питались? Чем питались? Сухпайки давали. В достаточном количестве? Не всегда. Иногда были проблемы с поставками. То есть не всегда. Ну... Солдаты голодали? Нет, не голодали. Давали... Вместо сухпайков у нас всегда был аварийный запас, так сказать. Давали тушенку. Давали хлеб. Да нет, ну просто я не верю в то, что вторая армия мира не может обеспечить солдат своих привитий. Вот так вот получается. Так тоже, получается, обманули? Ну, обмана там не было. Нам заранее говорили, что могут возникнуть проблемы. То есть в связи с тем, что зона доставок, она обстреливается. С этой стороны обмана я не увидел. Ну, понял. Военные действуют. Расскажите свой последний день. Мне оставалось, получается, меньше пяти дней до дома. Мы попили чаю с ребятами и разошлись по точкам, по блиндажам. Начался обстрел. Это было самое утро. Мы спрятались в блиндаже. Опять же, дали приказ зайти в блиндаж и отсиживаться. Да. Дальше что? После этого, то есть обстрел закончился. Буквально через несколько секунд нас взяли с солдатой ВСУ. А как это было? Ну, вы в блиндаже сидите и дальше что-то происходит. Вы же с оружием. Ну, лежало в стороне оружие. Если бы мы были с оружием, скорее всего, нас бы расстреляли. Так они зашли куда? В блиндаж прямо? Да. То есть профессионально на зачистке блиндажей, досмотр углов. Сколько там человек было? Даже не знаю. Было много. Ну, 10-20. Да, наверное. Вы сказали профессионально, в чем это проявлялось? Ну, была заметна подготовка, работа. То есть не просто на обум засунули голову, а медленно, все четко делали. Это были наши обычные засылы? По-моему, да. Ну, или спецназ? Наверное. Спецназ, скорее всего, даже. А как они были одеты? Абунирование у них? Камуфляж. То есть сливали, ну, сливали с местностью. А как так получилось, что только закончился обстрел? Они, получается, что под обстрелом к вам бежали? Получается, да. То есть обстреливали дальнюю лесополосу, где мы сидели. А впереди стоящая лесополоса не была под огнем. И, скорее всего, они, получается, прошли до нашей лесополосы. По связи, наверное, дали отбой и тогда уже надзяли. Типа синхронно все сработали? Да, все идеально, красиво. А кто вас взял в плен, вы не знаете? Может, Азов какой-нибудь или еще что-то? По-моему, это был не Азов. Я на шевроны внимания не обращал. Ну, забегает он, вы сидите, сколько у вас? Пять человек? Два. Два. На этой точке два человека сказали. На нацистском языке? Нет, на украинском. Сказали, за оружие даже не беритесь. Типа, выходите. Все, мы вышли, нас связали и отправили уже на их точку первую. Ну, это нам уже неинтересно. Хорошо сработали ребята. Да, подготовка заметна. Все-таки, кого вы тут хотели защитить от нацистов? Я уже даже не знаю. Просто получается как-то... Все везде обманывается. Давайте пока я буду набирать отца вашего. Вы расскажете, в чем ваша страна была родина, права, где она не обманула вас. В общем, именно связанная с этой войной, правильно? Да, да, ну ладно. Не могу сказать. Вы неправильно говорите номер. Это все, что я помню. Еще раз. Правильно? Да. Абонент в сети не зарегистрирован. Пожалуйста, перезвоните позднее. То есть, номера даже такого нет. Это старый номер, я... Еще какой-то есть? Абонент в сети не пользовался, нет. Больше ничего не помню. Ну, мы сделаем следующим образом. А когда вы в последний раз общались? Месяца полтора назад. Месяца полтора назад. А вы когда воевали, у вас не было связи? Ну, то есть, сим-карты МТС, они вообще их не было. Не было связи как таковой. Вот. Ловила только Теледва и Билайн. Кто-то может знать ваш номер? Как мы можем его найти? Только если через соцсети, больше никак. Есть у вас что-то личное добавить? К нашей беседе. Я очень надеюсь, что это скоро все закончится. И я буду ждать обмена. Расскажите, с каким вопросом мы, блогеры, приходили к вам. С какой просьбой? Это было по поводу видеообращения. Да. То есть, проблема в том, что ваше правительство от вас отреклось. Вы для них не существуете. Вы им не нужны. Обратитесь, пожалуйста, к своим согражданам с какой-нибудь речью, там, короткой. К друзьям. У вас есть друзья? Да. Можете поименно их перечислить? Они увидят этот ролик, сто процентов. Стоит им идти в Украину, спасать вас, спасать мирное население, которое вас не просило и не ждало. Обратитесь, пожалуйста. Если хотите, не хотите, не обращайтесь. Не, не хочу. Просто скажу, что сюда не стоит ехать. Спасибо. То, получается, все сюда идут и все обманутые. Такого же, как бы, не бывает, наверное. Смотрите, контакт молодого человека, неправильный номер. Мы реально пробовали найти что-нибудь. Люди, есть телеграм-бот, ищи своих. Оставляйте там заявки. Родители, вы когда увидите или там друзья, покажете это видео родителям, оформите заявку на, еще раз представьтесь. Курбанов, Олег Нахидович. Там вы оставите и укажете свои контактные номера, и мы организуем возможность пообщаться с ним. Иначе получится, он помнит один номер, и все. Вот и все. Соцсети, скорее всего, уже не работают, поэтому это тупиковый путь, мы уже тратили много времени. Ваш аккаунт, скорее всего, уже не работает, и кому-то там написать не получится. Поэтому ищи своих бот, на телеграм-канале ищи своих. Это база, которой пользуются наши силовики, и нам туда дали доступ. Мы тоже при общении с пленными пользуемся им. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok